я начну с достаточно глубокого ухождения в текст там как по мне есть ценные идеи книжки 222 страницы там еще дальше два текста вот но сейчас про именно про раскола это я сам лэнг был психиатром и отличался тем что он построил больницы в которых был очень необычный подход к шизофреникам он их так не называл и лечил их по большому счету свободой то есть он давал возможность понемногу увеличивает свою свободу то есть расставлять определенным образом вещи у себя в палатах каким-то способом влиять на то что происходит в их жизни даже в такой ограниченной чтобы потихонечку взращивать их ответственность вот то есть он такой новатор один из самых больших новаторов того времени это ты 50 60 70 и начинается книжка с того что автор предлагает договориться про экзистенциально феноменологические основания науки о личностях проблема шизоидного индивидуума буду часто повторять эту связку чтоб не говорить шизофреника заключается в том что его жизнь определенным образом кардинально расколота он чувствует себя отдельным от внешнего мира и отдельным от себя самого если применять к шизоидной личности ту феноменологию те термины которые существуют в психиатрии то эти термины только еще сильнее делают данную личность больной то есть как будто бы когда мы к этому человеку применяем стандартный набор определений мы таким образом делаем его еще более больным но что со что совершенно не соответствует цели лечения потому что цель лечения это найти с шизоидной личностью нить взаимопонимания и через эту нить вывести его на свет из его внутреннего я из его внутреннего расколотого я поэтому автор предлагает изначально рассматривать не личность отдельную от мира и не мир который ну и не кучу взаимосвязей которые формируют данную личность рассматривать сразу же бытие человека как я мир то есть вот именно в таком подходе не игнорируется не сама личность человека не его связанность с окружающей средой которая на него постоянно влияет дальше он поднимает вопрос отношения к пациенту как личности или как к вещи задача психиатра или психолога там немножко смешанные эти понятия в тексте заключается в том чтобы реконструировать реальность шизоидной личности но если заниматься такой реконструкцией с точки зрения правильно неправильно ну то есть если указывать ему что вот сейчас ты мыслишь неправильно сейчас там ты говоришь что там перед тобой нет стула а вот стул на самом деле есть потому что я его вижу вот то таким образом психиатр относится к пациенту как вещи то есть он не воспринимает полноценно ту реальность в которой существует пациент поэтому для того чтобы найти общий язык с пациентом к нему лучше относиться как личности и ну предполагать реальность его переживаний то есть они достаточно своеобразные но существующие они неплохие они неправильные 2 глава экзистенциально феноменологические основания для понимания психоза той терминологии в которой описывается психоз в то время как автор писал книгу там используют такая клеветническая терминология то есть человека называют неприспособленным не адаптированным что у него отсутствие понимания мира недостаток внимания потеря связанности данный человек описывается в каких-то негативно окрашенных терминах и общаясь с пациентами за исключением крайних случаев лэнг обнаруживал что он не находит ярких признаков галлюцинации он не находит ярких признаков паранойи то есть так или иначе переживания пациентов он находил связанными потом он обратил внимание что у некоторых авторов больных описание вот галлюцинации больше чем у других авторов и предположил что когда врач описывает тот или иной случай шизофрении он забывает одну большую особенность а именно себя то есть сам психиатр находясь в поле эксперимента с больным определенным образом влияет на данного человека и получается что одни психиатры влияли таким образом что человек становился более целостным а другие что становился более странным что ли ну то есть там с галлюцинациями и с параноями тексте был приведен пример когда завели в зал парня боссова он там громко кричал нефопат нефопат отвечал нефопат отвечал психиатру на вопросы ну то создавалось впечатление какой-то абсолютно сумбурной личности дальше ленг в тексте предпринимает попытку разбора каждой фразы и оказывается что каждая фраза данного больного каким-то образом отзеркаливала происходящее то есть он отвечал на вопросы но просто он делает и каким-то определенным образом запутанным странным но он точно не был не в контакте с реальностью следующий пункт истолкование как функция взаимоотношения с клиентом здесь ленг говорит что ну какую-то близкую вещь там для меня для ну для гештальта о том что для того чтобы истолковать что сейчас происходит с клиентом что сейчас происходит с пациентом его случае мало применять умственные усилия ну то есть если пользоваться анализом тогда берется шаблон там шизофреник это человек который обладает такими-то качествами приходит человек он в действительности подпадает под эти качества все он шизофреник его нужно лечить тогда лечили достаточно жестко это было шоковая терапия это было какие-то там замораживание в холодной воду их опускали и он говорит что обязательное условие взаимоотношений с клиентом это сочувствие только и тут доктор опять как и я в роли психотерапевта сталкиваюсь с очень сложной задачей потому что нужно объективно исследовать мир клиента не теряя связь с собственным рассудком если к нам ну ко мне таких клиентов никогда не приходило которые ну там с какими-то сильными там пограничников или хуже но вот ленку похоже приходилось сталкиваться со сложным выбором то есть он шел в их мир он представлял то что говорит ему пациент это правда то есть он действительности пытался представить проэмпатировать посочувствовать пациенту в его очень там сильных шизофренических страхах при этом умудрялся держать связь с реальностью ну и именно поэтому он мог рассмотреть в них личности он понимал что это не выброшенный там из жизни человек а человек у которого ну очень своеобразный внутренний мир дальше приводится пример того как происходит диагностирование больного человека то есть по общей договоренности один из людей здоровый к нему приходит второй человек если их переживания одного и того же предмета не совпадают значит второй человек признается больным если бы собралось несколько шизоидных личностей к ним пришел терапевт который ну собственно был здоровой личностью то скорее всего его бы признали больным ну то есть идет такой способ исключения да вот нормальность или психоз проверяется степенью схожести или не схожести двух личностей одна из которых считается нормальной вот как раз таки в эту щелку не схожести переживаний терапевта и пациента и предлагает планах заглянуть для того чтобы продолжить ну дальнейшее путешествие то есть существует небольшая разница во взглядах там шизоидной личности из там такого человека который понимается нормальным понятие ядро проблемы нельзя я пока считаешь что пациент болен а я здоров нужно ну какая-то другая форма установок которая поможет разобраться в этой проблеме допустим эта форма установок может быть что я по я ясно понимаю свой мир мир клиента он каким-то образом там запутан ну вот если это он не больной а запутанный тогда его можно попытаться распутать и не травмировать личность онтологическая неуверенность но вот потихонечку приближаемся более интересному для меня более понятному человек может обладать чувством присутствия в мире в качестве реальной живой цельной и во временном смысле непрерывной личности и таким же образом мыслить других людей он будет встречать жизненные опасности социальные физические экзистенциальные с твердым ощущением себя и других данное исследование которое предпринимает лэнг она касается случаев когда такой вот уверенности в антологической уверенности нет теперь как бы пощупать что такое антологическая уверенность и антологическая неуверенность чтобы это было не просто термином лэнг приводит двух писателей шекспира и кавку если в случае шекспира мы видим антологически уверенных в себе героев то есть каждый герой он как самообоснованная личность он опирается исключительно на себя на свои побуждения все свои чувства рассматривает серьезно там даже если это чувство желания кого-то убить отомстить задушить он все равно идет вслед за своим чувством которое вызвано конкретной конкретной реальностью конкретным действием и совершает это есть кавка не знаю кавку читали кто-то кому-то не повезло как и мне да я когда читал кавку я думал что я застрелюсь честно из чистого принципа дочитал до конца короче там где он меня меня трусила я не понимал что происходит то есть текст был обычный а затрагивал во мне что-то экзистенциальное непонятно я прям чувствовал что это про меня думаю у меня нормальная работа у меня нормальные там условия я хожу туда там я понимаю меня никто не судит у меня нету никого приговора меня никто не вызывает на допросы но при этом кавку я чувствовал прям вот он он пишет об этом о моем каком-то сильном переживании и вот если мир шекспира антологически уверенный то мир кавки антологически неуверенный то есть в нем человек переживает себя в мире каких-то непонятных связей которые он не контролирует и которые контролируют его жизнь у него нету жесткой опоры и жесткой связи между событиями между желаниями и действиями человек рождается сначала физически а потом он рождается еще и экзистенциально но вот этот факт особо обычно не рассматривается потому как физическое рождение но буквально и как тело а визе цент экзистенциальная это когда человек начинает чувствовать себя ну грубо говоря четко отдельной личностью очевидно отличающийся от других еще проще совпадение представления себе четко пересекаются с представлением о собственном теле то есть я вот это это мое тело и все что заключено внутри вот и все но бывает рискованно отличаться от остального мира признаки какие антологически уверенной уверенная личность наслаждается общением с другими то есть для нее настолько самоочевидно являются границы собственного тела что в общении с другими данная личность получает только удовольствие антологически неуверенная личность в общении с другими постоянно подвергается стрессу для нее общение с другими связано с страданием из задачи сохранить себя антологически неуверенный страдает боится он ненадежно закреплен в собственном теле и рискнует исчезнуть раствориться повредиться если индивид не может принять реальность и индивидуальность себя ему приходится выдумывать собственные способы не потерять свое я с этим связано три формы тревоги которые выделяет ленг группировка условная на мне она заходит первое такие личности боятся поглощение ну там он приводит пример как на терапевтической группе вдруг абсолютно здоровый все стоит абсолютно здоровый человек и говорит просит прервать спор происходит спор он просит прервать этот спор и говорит что ребята вы спорите ради удовольствия все что вы можете там выиграть или проиграть это свою правоту а я с вами спорю ради своей жизни то есть он ощущал данный спор как что-то что непосредственно влияет на его жизнь если не мыслить двух раздельных людей антологически одного человека связанного со своим телом и другого человека связанным со своим телом то отношения угрожают потерей индивидуальности поглощение мыслится человеком как потеря собственной индивидуальности то есть он боится быть понятым другой личностью и как бы превращенным в камень такая форма страха основной маневр у данных маневр у данных людей это изолирование вот то что боится быть съеденным это как слияние боится слияние скорее боится эффекта который наступит после слияния то есть что после слияния он не найдет себя таким как он был там дальше авторы так но аккуратненько разворачивает но я тоже вам постепенно попытаюсь развернуть чтобы сразу все мысли не высыпать основной маневр это из изолирование мне это понятно потому что я определенным образом вранившись об отношениях с друзьями потом этих друзей полностью бросал меньше 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 общения меньше возможности навредиться и когда в тексте у автора прочитал что антологически уверенные люди испытывают от межличностного межличностного общения удовольствия я прям разозлился думаю ну неужели есть такие люди которые вот общаясь с любым другим человеком находят способ кайфануть ну я бы очень хотел таким быть но пока что мне не получается вот короче ну способ который описывает автор изолирования я с этим способом полностью согласен и этот способ определенным образом меняет личность если в начале человек здоровый человек переживает себя немножко связанным немножко раздельным с окружающим миром то когда он начинает избегать контактов становится видны только две крайние точки то есть человек либо стремится к максимальной изоляции в которой его больше никто не видит либо человек боится полного поглощения то есть вот это вот связанность отдельность для нормального человека превращается в изоляцию и страх полного поглощения как это проверить где это в жизни можно пощупать вот это вот поглощение есть понятие негативная терапевтическая реакция на явно правильное истолкование видел своими глазами когда там прям в сессии возвращают то у тебя поза поменялась определенным образом вот а человек начинает прям резко но отрицать ну то есть он говорит нет не поменялось я так сидел все время то есть это похоже на то что человек боится вот этого вот узнавания как будто если его в этой точке увидят он может быть понят и могут быть понят и все его намерения желания ну он этого боится и почему-то скрывает в связи с этим страхом поглощения таких людей любовь страшит больше чем даже ненависть потому что именно любовь направлена на понимание на развитие на раскрытие а такого человека это пугает так дальше там в трех словах следующий вид тревоги это разрыв из-за того что человек часто попадает в изоляцию у него возникает такой способ самоидентификации через пустоту то есть он мыслит себя скорее как отсутствие чего-либо но при этом у него есть голод ну то есть я пытается эту пустоту заполнить потому что это но и да и такой человек из-за вот этого сильнейшего голода перед реальностью чувствует страх разрыва как будто если я сейчас дотронусь до реальности как будто если сейчас вступлю в контакт меня растащат на части то есть мир кажется ему настолько разнообразным настолько непонятным что дата дотронувшись до мира он разлетится на части как ну как и весь этот мир и последняя тревога это деперсонализация ну если в обычных условиях деперсонализация используется ну там чтобы не замечать назойливого человека но если есть вообще не какой-то человек который постоянно создает проблемы можно не прислушиваться к его чувствам а условно там закрыть на него глаза но типа нет этого человека вот шизоидная личность она боится стать объектом чего-то переживания и согласиться с этим с тем что она не субъект не живая личность а именно объект то есть она он он боится быть деперсонализированным и мало того на этом фоне основывает свои атаки на других людей то есть он пытается всех вокруг людей мыслить как объекты для того чтобы не увидеть их живости потому что если он воспримет их чувства то тогда он рискует ну как быть пережитым ими он делает людей мертвыми для того чтобы они не могли его переживать ему невыносимо быть переживаемым кем-то дальше автор немножко это раскроет в тексте с каждым отрицанием онтологической обоснованности другой личности ну вот это вот деперсонализации снижается собственная онтологическая уверенность получается чем больше я мысль людей как объекты вот как оболочки не пытаясь понять их чувства тем больше я мыслю себя как объект ну и не пытаясь понять свои чувства соответственно тогда если индивид не может ощутить себя автономным он не может нормальным образом переживать и отдельности другого но не связанного с ним человека ну и запускается круг я вокруг меня одни объекты я объект мне хочется но больше жизни но мне страшно дальше автор приводит в тексте несколько случаев о том что это за тревога которая сейчас пытался описывать первое это случаи госпожи р она тревожилась когда оставалась в одиночестве там она была один ребенок в семье родители были поглощены друг другом она старалась старалась состояться что-нибудь постоянно делает но делала это скорее не для себя для того чтобы угодить своим родителям который тем не менее и не замечали в 17 лет девушка вышла замуж ее жизнь начала складываться отлично муж ее любил и вот это вот любовь и его внимание на основании него она начала оживать то есть каким-то образом самореализовываться но потом мужа забирают он был офицер его забирают за границу и она в первый раз вот попадает вот эти вот сильную тревогу в панические атаки и вопрос в том что она скучает не за мужем она в принципе переживает что рядышком не будет человека ну какого-либо человека потом потом у нее заболевает мать она возвращается домой у него у него снова вспышка вот этой вот активности она нужная ее видит мать ее видит отец ну то есть у них все прекрасно но потом мать у нее умирает снова она никому не нужно по большому счету снова паника опять не горе ну казалось бы за любимым человеком именно страх переживает она ну то есть она боится того что теперь ее не видно она она уезжает за границу к мужу там получает от него внимание но становится все более требовательной и требовательной и в конце концов муж ее бросает опять она возвращается домой поселяется с отцом начинает выполнять обязанности по дому отец ее видит ну в конце концов там умирает и отец и она снова попадает в панику ну в это все время она приходит к психиатру и там расскажет свои проблемы то есть что это у меня за паники да пытается выяснить на выходе она становится натурщицей то есть художник там рисует ее обнаженную с натуры и как бы она как-то за этот вопрос там держится и как-то выживает что пишет лэнг по этому поводу что похоже человек может ну данная девушка там это госпожа эр может себя мыслить только в тех может себя ощущать человеком только в тех случаях когда ее видит кто-то другой то есть если она выходит на улицу в которой кучу незнакомых людей которые разводят взгляды по сторонам она ощущает вот эту вот самую онтологическую тревогу то есть она не может себя чувствовать личностью пока на нее кто-то не смотрит к сожалению у меня было похожее переживание или не к сожалению когда-то в сумах это там чужой незнакомый город я приехал туда по работе иду по торговому центру и вдруг понимаю что люди на меня не смотрят никто и у меня внутри начинается ну тревога такая близкая к панике ну вот я понимаю что что-то подобное одну ощущала и она когда мне не хватает ну самообоснованности себя я как будто начинаю пропадать ну и это очень неприятно как внутри переживаний воплощенное и невоплощенное я какую форму взаимоотношений с собой развивает антологически неуверенная личность у антологически неуверенные личности происходит раскол на разум и тело мало того сознание начинает себя идентифицировать больше с разумом психика не хочет признавать существование тела переживание тела максимально дистанцируется от этого когда ну все что живое есть человеке признается ложным я ну сознание акцентируется на ну вдали от мира то есть совсем не контактирует с реальностью вот такой такой человек там близкий к психозу есть интересный механизм который ты кстати мне саж говорил о том что бывает проблема не только с тем что человек чересчур сильно с телом развоплощен а бывает и проблема когда он чересчур сильно в тело воплощен то есть есть люди которым наоборот нужно поменьше прислушиваться к своему телу и учиться абстрагироваться от жизненных проблем и не так резко на них реагировать ну то есть такие клиенты бывают вот но сейчас исследование скорее ну у обратной стороне когда человек своим телом чересчур сильно разобщился у шизоидного индивидуума тело рассматривается как объект среди других объектов то есть он мыслит свое тело как еще одного человека ну вот примерно таким образом и систему отношений выстраивает подобную ну как будто бы он общается с другими людьми вперед на себя функции наблюдения контроли и критики того что происходит с телом дальше автор приводит практический пример парня зовут дэвид он один ребенок в семье мать умерла в 10 началось с того что преподаватель заметил что дэвид ведет себя каким-то там странным образом ходит на занятия в плаще с тростью у него чересчур короткие штаны и говорит практически одними цитатами ну и обратился вот к психиатру говорит проверить его когда начал лэнг разбираться то отец поговорил с отцом отец говорит что сын послушный делал все что говорили то есть по жизни был хорошим мальчиком и по большому счету то что происходит час это какая-то ерунда при дальнейшем разборе оказалось что парень принял обязанности матери и такие даже странные как там уборка и вышивка со слов парня он рассказывает психологу что всю жизнь играл то есть пока была жива его мать он играл ее любимчика ну то есть он делал то что хочется ей когда мать умерла ему стало сложнее и он просто начал играть каких-то отвлекающих персонажей мало того он думал что в принципе мир так устроен и что все вокруг актеры все люди вокруг играют ну и он тоже среди этих актеров тоже каким-то образом там сам реализуется он утверждал что его действия соотносились только с волей матери то есть что никакого никакой своей воли к своей личности он не прикладывал получается что он вышел в жизнь двумя частями одна была послушная и неживая ну вот эта вот защитная часть которая угождала его матери и вторая часть это робкая застенчивая и ранимая которая была скорее его частью но которую он никогда миру не показывал потому что ну это приносило определенный дискомфорт на выходе столкнулся парень с двумя рисками первое это риск спонтанности он понял что если чересчур сильно уходишь в роль то можно проявить свою настоящую настоящую личность ну и подвергнуть себя какой-то большой угрозе вот второй риск он понял что он потихонечку сливается с женщиной ну начал замечать что ему нравится перед зеркалом репетировать женские роли то он в голове у себя в диалогах потихонечку общается с собой как с женщиной то есть его вот эта вот поведенческая маска потихонечку начала придавливать и вот в этом парне тоже можно как бы заметить вот эту вот небольшую трещину которая возникает между я и личностью то есть его я было в детстве задавлено оно у него ассоциировалось ну вот с уязвимостью застенчивостью робкостью личность это то что он предъявлял миру это больше основывалось сначала на угождении матери а потом в принципе на каких-то ну случайных случайных деталях пятая глава внутреннее я в шизоидном состоянии в шизоидном состоянии происходит раскол вследствие которого вот эта вся система ложного я вместе с телесными переживаниями признаются как ненастоящие то есть происходит вот такое разделение когда есть вот что-то мое мое внутреннее но оно никаким образом с внешним миром не взаимодействует ну и это вместе слепляется еще и с телесными ощущениями вот такое переживание как у шизоидных личностей доступность здоровым людям допустим часто авторы в своих рассказах про там те кто пережил концентрационный лагерь написывает состояние когда были ограничены условия физически из лагеря нельзя было убежать были ограничены условия временные человек не мог понять когда это пострадание закончится он каким-то образом выходил в свое внутреннее я то есть ему казалось что то что происходит нереально как будто бы тело двигалось а он дальше продолжал наблюдать это все со стороны мало того такое переживание было у меня но я совершенно спокоен оно было в горах то есть когда я прошел с рюкзаком 20 килограмм первые три километра мне стало настолько фигово что что-то клацнуло внутри и я почувствовал что мои ноги идут сами ну собственно вот это вот точкой была точкой перехода в это я ну то есть нормальные люди тоже это переживают просто шизофреник там живет ну вернее он ну он в этой точке не живет а он когда-то либо ушел в себя глубоко ну там обычно это происходит автор пишет в детстве когда ребенок постоянно находится под угрозой и не понимает когда эта угроза закончится ну и тогда он еще в детстве принимает эту попытку уйти от реальности в себя и просто немножко наблюдать за этим миром причем его сознание берет на себя функции там наблюдения критики ну то есть сознание в это время не отключается оно очень ясно видит то что происходит ищет ну какие-то взаимосвязи но просто непосредственно в жизни человека не участвует что получается если у здоровые личности происходит вот такая связочка я тело и другой и вот между этими двумя объектами строится взаимодействие то есть есть я дробь тела ну вот я как мое тело я в теле тело во мне не знаю есть другой человек то у шизоидной личности все немножко по-другому у него есть отдельно я и отдельно есть тело и другие люди то есть вот вот из-за такой вот группировки и из-за вот этого раскола между мной и телом исходят все страхи то есть таким людям постоянно кажется что их тело может чего-то захотеть окружающие могут что-то сделать такое что у тела возникнет желание и они его утянут ну куда-то заберут и из-за вот это из-за вот этих вот страхов ну вот это и есть вот эта трещина куда попадаются вот эти страхи меня разорвут меня украдут таких людей развивается паранойя из-за того что тело постоянно посылает сигнал в мозг я хочу кушать у меня болит нога у меня болит рука я хочу секса то такой человек рассматривает свое тело как предателя который постоянно хочет навязать ему ну свои чуждые сознанию желания мысли действия и такой человек ну формирует взаимоотношения со своим телом ну и эти взаимоотношения воинственные то есть тело воюет с сознанием мне вспоминается не знаю фильм Макс Пейн если кто-то смотрел там была там высокая гора на которой жил какой-то ужасный там главарь вот у него был доступ к воде а снизу жили обычные люди и они между собой воевали ну там за эту воду вот он им воды не давал он он их ненавидел они его ненавидели хотя по сути это вот такой безумный Макс да да это как по мне какая-то такая аналогия то что происходит у шизоидной личности дальше опять схемка у нормальной личности происходит определенный определенное взаимодействие то есть есть воплощенное жизненное я и человек основываясь на вот этом на своем я на своем личном интересе делает какое-то действие по отношению к миру это действие в свое время встречает другого человека и возвращается ну к человеку какое-то восприятие то есть какая-то обратная связь от его действия ну и таким образом это восприятие там реальное там я Саше допустим говорю Саш там ну что мне сейчас важно там поддержи меня пожалуйста там информация доходит до Саши как-то реагирует наверное на меня там кивает головой я получаю поддержку и вместе с этим удовольствием что происходит в голове у шизоидной личности у него внутреннее я окружено вот такое вот это схематически на самом деле я не знаю как оно вот такой обобщенная мертвенность ложного я называет это Лэнг то есть все что исходит из этого человека оно проходит через вот эту вот ну псевдоличность можно ее называть можно ее защита вот психологии проще всего это слово называется наверное защита ну в ештальте соответственно когда ну интенция я проходит через вот эту вот мертвую оболочку вот этого псевдо я вот этой псевдоличности там она теряет свою актуальность жизненность то есть наружу выходит только ну вот ну что что может выйти из искусственной личности ну какое-то искусственное желание то есть настоящее я не контактирует с миром оно постоянно в оболочке соответственно действие получается тщетное соответственно когда это действие доходится до другого оно возвращается к человеку но оно не ценностное то есть оно ну как бы для него ну совершенно нереальное у обычных людей тоже есть ну-ка там какие-то защиты ну там какие-то способы немножечко огородить себя от опасного мира чем же ну принципиально отличается вот там шизоидная личность с ее системой ложного я и там обычная личность обычного человека обычный человек не пытается уничтожить вот эту вот защиту то есть у обычного человека есть какие-то автоматизмы есть какие-то функциональные привычки которые он повторяет из-за дня в день и которые не мешают ему жить наполненно интересно шизоидная личность воюет с вот этой вот своей системой ложного я и пытается ее убить и пытается ее выкинуть полностью то есть мечта вот такого шизоидного индивида из полной изоляции войти в состояние полного открытия миру то есть ему хочется полностью открыться показать если и открываться то открываться уже полностью то есть показывать все что у меня есть за душой без всяких двузначностей без всяких там замысловатостей ну и такое бывает и со слов лэнга это и есть проявление психоза то есть когда личность изголодавшаяся по живому контакту каким-то образом с помощью ну может быть там психоделиков с помощью каких-то наркотиков или с помощью какого-то там стресса все-таки преодолевает вот эту вот оболочку то для обычных людей это выглядит ну цирк цирком ну это психоз человек который там позволяет себе что-то что точно ну не нужно позволять ну там здоровому человеку там социально приемлемым способом система ложного я теперь чуть больше об этом вообще что такое система ложного я это нечто что не имеет под собой объекта ну то есть если есть я есть мое желание то система ложного я она самообоснована человек что-то делает но если такого человека начать расспрашивать зачем ты это делаешь то он обычно ну где-то делает зацикливание ну прям прям вот эти вот этой цепочки ну мыслей то есть задача системы ложного я не быть объективной она чисто субъективная ее нельзя словить ее нельзя потрогать это какие-то действия которые человек делает не из собственного интереса а из ну скорее безопасности отсюда связка как только падает безопасность так сразу же у шизоидной личности возникает система ложного я а так как у шизоидной личности безопасность падает всегда то ну он практически не живет настоящим я он постоянно настолько сильно боится за себя боится быть схваченным понятым раздавленным что постоянно прибегает к этой защите и вот из этого постоянного прибегания к защите ну и формируется его изоляция чем же вот это вот питается ложное я питается оно ну оно должно было с чего-то начинаться ну вот начинается оно с угодливости то есть человек понимает что ему будет безопасно если он будет похож на какого-то более сильного допустим взрослого ну вот в этих примерах там часто выступала там мама когда парень там начал перенимать потихонечку ее привычки ее черты ну не знаю там такая угодливость может быть и там у обычного человека но у шизоидной личности проблема заключается в том что эта угодливость у него становится вездесущная связка та же если я угодливый значит мне безопасно но тогда я не живой то есть вот тут появляется новый фактор вот это вот ощущение мертвенности тщетности жизни бессмысленности опять чувство мне это ну знакомо периодически после каких-то действий у меня появляется ощущение что ну жизнь бессмысленна ну вот там с точки зрения лэнга это ощущение может возникать после активного использования вот этой вот очень безопасной но очень не моей поведенческой маски что происходит дальше из-за того что человек потихонечку перестает любить вот эту вот маску основанную на угодливости он ее начинает атаковать но если он ее разрушит мир ну увидит его настоящее я а это не может произойти потому что это очень опасно и тогда маска начинает становиться очень карикатурной то есть ну в случае мальчика этого питера он ну явно там переигрывал то есть у него были там чересчур короткие брюки там длинные волосы трость плащ то есть в начале он просто пытался быть угодливым а со временем эти черты начинали чересчур сильно разрастаться ну и там дальше была оговорка на то что он боялся стать женщиной то есть черта его матери настолько сильно он ее пытался убить а она пыталась самоукрупняться ну и таким образом все сильнее и сильнее задавливало самосознание в ключе слова самосознание лежит то что человек сам осознает себя ну и это само по себе уже какой-то интересный момент потому что ну а как это самому можно осознавать себя для того чтобы я осознавал там книгу мне нужно видеть ее отдельно от себя поэтому в акте самосознания ну есть такая фантазия что личность определенным образом разделяется чтобы сама на себя смотреть есть знаменитый эксперимент Фрейда связанный из не эксперимента ну описание случая когда маленький мальчик выбрасывает катушку с нитками потом ее под себя подгребает и таким образом первый раз знакомится с тем что вещи могут пропадать и возникать потом Фрейд доказывает что это связано с уходом приходом мамы что ребенок в присутствии мамы себя переживает а когда мама уходит он как бы себя не переживает и очень пугается ну и дальше есть продолжение не опубликованное о том что дальше этот ребенок начинает играть с зеркалом то есть он себя видит в зеркале радуется потом приседает и пугается таким образом он знакомится с тем что я могу быть даже если на меня никто не смотрит формируется какой-то внутренний наблюдатель то есть понятие самосознание связано с формированием внутри психики внутреннего наблюдателя который дает возможность себя осознавать так вот у шизоидных личностей данный наблюдатель имеет черты преследователя ну то есть ребенок по какой-то причине начинает воспринимать ну допустим родителя в негативном свете то есть не факт это может быть действительности преследующая мама это может быть обычная мама но у ребенка физиология такая что он именно на этой черте акцентируется и тогда его вот этот вот внутренний наблюдатель его сравнивает с черным солнцем мне очень хорошо заходит эта аналогия потому как я представляю что если наше солнце светило не солнышком ну не светом да а светило чернотой вот ну тогда бы ну не знаю это было бы очень какое-то страшное солнце которое разрушает меня так вот у шизоидной личности вот это вот совесть или вот это вот наблюдающая я у него такой черный ну испепеляющий взгляд человек постоянно боится в то же ну когда он себя осознает он боится для него процесс самоосознания очень болезненный ну и с этим ему попробуйте сами почитать то есть там он описывает и механизмы как человек вот двигается между совсем себя не осознаю сливаюсь с обстановкой до чересчур сильно себя осознаю и это похоже на взгляд медузы горгоны которая вызывает там помните миф про Персея там где она вызывала окаменение да то есть вот это вот гиперосознание себя прям всех всех взаимосвязь внутри себя она просто не дает возможности человеку ну даже двинуться потому что он чересчур хорошо понимает а благодаря этому еще и контролирует каждый процесс там дальше есть описание что у сознания такого сознания две функции с одной стороны превращать все в камень ну грубо говоря объективизировать ну то есть функция здорового сознания делать из чего угодно объект потому что по другому его пощупать нельзя в крайне искаженной форме это окаменение да и вторая функция сознания это проникать внутрь ну то есть я могу там раскрыть книжку там что-то разломать представить что внутри и эту функция ну в крайней точке шизофреника испытывается как страх проникновения как будто бы ну в него внутрь могут проникнуть вот ну что собственно он сам своим сознанием с собой и делает развитие психоза психоз формируется в крайне форме отчуждения то есть человек настолько сильно уходит от реального мира что ну взаимодействие с этим реальным миром не происходит у него фантазия полностью отделяется от реальности и в этом есть маленький такой крючок что ли я его когда-то в жизни наверное испытывал потому как вижу его достаточно ясно короче говоря когда я попадает в чистую фантазию оно чувствует себя всесильным максимально активируются способности которые присущи человеческому я это творческая способность это честность это энергичность то есть человек у себя в голове наверное я про себя говорю я у себя в голове переживал какое-то состояние там всесилия ну вот я могу все что угодно причем когда я думал про реальность я испытывал ужасную беспомощность я понимал что настолько большой контраст между тем какой классно я у себя в голове и что я там могу сделать и с тем что я вообще нифига не могу сделать с этой реальностью что в реальность вообще ходить не хочется ну благо что моя жизнь каким-то таким образом устроена что мне приходилось ходить в реальность бросать вот эту вот прекрасную фантазию вот а шизофреник ну который потихонечку приближается к психозу шизоидной личности которая потихонечку приближается к психозу она в реальность собственно не ходит она живет своей отдельной жизнью она каким-то фиктивным образом выполняет взаимодействие с окружающим миром когда переживания из внешнего мира просачиваются к такому я оно не может принимать их социально приемлемым образом последняя глава которая называется я и ложное я у шизофреника я здесь немножко поцитирую потому как ну автор пишет какие-то фразы которые в принципе мне кажется там терапевтам ну должны заходить у шизофреника трещины там где мы ощущаем связанность и слияние путаница элементов которые мы держим порознь цитата вот человека которого шизофрения я чувствую себя раздавленным искаженным даже при обмене репликами в обычном разговоре дальше автор советует не пытайтесь чересчур быстро подойти чересчур близко ну мне эта фраза заходит потому как встречал клиентов которым которым чем больше я обнаруживаю в терапии свое присутствие тем сильнее человек ускоряется ну такое впечатление там если я скажу пять слов он скажет пятьдесят а если я скажу десять то он полчаса говорит ну то есть видимо это какие-то вот такие шизоидные защиты на то что я чересчур близко подхожу опять цитата шизоидной личности мы говорим несущественные вещи а потом смешиваем их существенными чтобы проверить врача дальше я могу ощущать не только хочет ли помочь врач но и может ли он это сделать ну опять там основывается на предположении что у шизоидной личности сознание работает очень хорошо то есть что человек настолько тонко думает и настолько много замечает из-за того что он постоянно в себе что он каких-то вот ну таких там невербальных вещах различает настроение психиатра намерение психиатра ну и это отсылка к началу когда у одних психиатров все поголовно там короче галлюционируют да и пара и параноики а у других психиатров почему-то люди лечатся да там и достаточно успешно ну это такое вот свойство именно шизоидной личности так шизоидная личность перестает быть шизоидной личностью когда встречает того кто как ей кажется ее понимает ну то есть шизофреник до какого-то момента абсолютно сам в этой вселенной и начинание выздоровления происходит с понимания ну тоже ссылка в начале когда автор говорит что если вы попытаетесь реконструировать мир человека которым ну который вот шизоидная личность не теряя связь со своим миром вы человеку притяните руку и можете его из этого ада вывести сумасшествие напоминает один из тех кошмаров это цитата опять больного когда кричишь чтобы позвать на помощь но звуков но звуков нет главное средство объединения частей переживаний пациента это внимание и любовь врача дальше лэнх в концовочке предупреждает что не бойтесь работая с шизофрениками рано или поздно столкнетесь с ненавистью то есть первое что как выздоравливает человек он начинает испытывать дикую ненависть к доктору потому что доктор начинает скрывать старые раны то есть человек каким-то образом от этого всего защитился а тут доктор начинает его оживлять с одной стороны у него возникает надежда выздороветь ну то есть у него наконец-то первый звук изо рта произошел а с другой стороны он начинает злиться потому что она начинает болеть а он именно от этой боли и убегал цитата опять девочки которая ну которую он вылечил от шизофрении там в трех словах это интересный случай не буду подробно она 10 лет каталась по клиникам его и мы привезли ее после 10 электротерапии цилиновых терапий то есть она овощем полностью была и он ее за какое-то количество сеансов там несколько лет ну довел до какого-то более-менее социально адаптированного состояния то есть она себя мыслила она себя представляла она себя каким-то образом она там по-моему даже работала так вот он говорит что полюбив она говорит полюбив меня как младенца вы сделали меня целой ну то есть она имеет ввиду что он вот любил в ней вот то самое сложное непонятное как будто бы детское то что она в себе даже не могла принять я смотрела на себя вашими глазами дальше идет отчет о хронической шизофреничке так он это и называет запущенный сад называется эта часть но вот я не буду вам ее пересказывать она достаточно цельная она собственно и объединяет весь вот этот материал в какую-то смешную историю на этом мой доклад закончен вот я надеюсь было интересно просто